Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. В этом видео речь пойдет о 5 альткоинах, что стоят дешевле 1 доллара. По моему мнению, у них есть шансы изменить не только блокчейн, но и мир в 2019 году. Какое пафосное начало. Ну а что ты думал, в сценарист дешевый попался? А, ну ладно тогда, поехали. Прежде всего, как обычно, по-быстрому оценим состояние рынка. Мало кто на самом деле может похвастаться ростом за последнюю неделю, но те кто может, показали очень неплохие результаты. Есть монета, которая даже на 100% выросла. Очень даже неплохо. Рыночная капитализация опять хочет упасть ниже 200 миллиардов, а доминирование биткоина снова продолжает расти. Как-то все скучно на рынке, но в четвертом квартале этого года биткоин и криптовалюты ждет много интересного. Включая государственное регулирование. Все это будет иметь большое влияние на рынок. Плохое или хорошее? Мне почему-то кажется, что сейчас должны выйти негативные новости, чтобы продавить курс немного ниже. Что касается биткоина. Вчера я рассказал свое видение ситуации по первой криптовалюте. Кто не видел этот видос, ссылка будет в описании. Сейчас подсказочка еще вылезет сверху. Тоже можно там перейти. Напоминаю, что лететь и покупать все подряд лишь потому, что так я сказал, не нужно. То, что нужно сделать, это изучить материал самостоятельно и понять, согласны вы или нет. Можете, кстати, в комментариях выразить свое согласие или несогласие с моим списком. Первая криптовалюта на сегодня это Steam. Сейчас он стоит меньше доллара с рыночной капитализацией более 200 миллионов. Всего будет выпущено 296 миллионов токенов. Криптовалюта Steam это социальная сеть, основанная на блокчейне. Каждый участник этой социальной сети может получать вознаграждение за созданный контент. Даже просто за пост. По сути, ты монетизируешь свой контент, при этом не закидывая все вокруг рекламой, как на других площадках типа YouTube, ВКонтакте и так дальше. Все, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать, это зарегистрироваться на сайте steemit.com и начать публиковать контент. Смотрите, вот людям просто скидывают токены Steam за их публикации. Единственный минус я вижу в том, что здесь нет русского языка. Незаинтересованность пользователей Steemit в русскоязычном контенте действительно не позволяет сети Steam набрать популярность в России и других русскоязычных странах. Кстати говоря, я попробую здесь зарегистрироваться и протестировать эту социальную сеть. О сделанных выводах потом расскажу. Собственно, уже выплачено более 40 миллионов долларов вознаграждения. На самом деле, как-то маловато за два года-то. Что касается графика, на пике за токен Steam давали более 7 долларов, а сейчас цена обвалилась почти в 10 раз. И это было бы жестко, если бы все остальные криптовалюты не показывали такую же тенденцию. Я считаю, что Steam сейчас сильно недооценен, хотя где-то до 30 центов он еще может упасть. А дальше только вверх. Следующая жертва моего списка это Tron. Tron это то, как должна выглядеть виртуальная цивилизация будущего. По крайней мере, так говорит их рекламный ролик. По сути, Tron это децентрализованный аналог Apple Store или Google Play. Платформа позволяет пользователям размещать, смотреть и использовать материалы для развлечений. Это приложения, игры и даже гэмблинг. Если вы знаете, что это, это азартные игры, типа казино. А разработчики могут продвигать свои творения с помощью Tron. Конечно же, на платформе используется собственный токен TRX. Это базовая валюта. Кроме нее есть еще Tron Power, токен, который дает право голосодержателю. То есть Tron Power, по сути, демократизирует площадку. Ведь ты можешь участвовать в голосовании касательно будущего развития сети. Также есть и токен Tron 20, позволяющий разработчикам выпускать токены для собственных игр. Токенов Tron достаточно много. Сейчас в циркуляции находится 65 миллиардов. Технически сеть Tron позволяет обрабатывать до 2000 транзакций в секунду. Собственно, цель Tron — совершить децентрализованную революцию в мире развлечений. Сейчас токен стоит всего лишь 2 цента. Это значит, что он не кисло так обвалился. Tron активно развивается в сферах своих интересов, заключает множество партнерств. А недавно руководители проекта приобрели BitTorrent. Это закономерно привело к запуску нового проекта под названием Atlas. Этим ходом создатели Tron хотят привлечь пользователей BitTorrent в блокчейн. Это потенциально более 100 миллионов людей. Каким же образом они планируют это сделать? Кто из вас пользовался торрентом? Вы хотя бы раз оставались на раздаче после того, как завершили загрузку? Люди, завершившие загрузку, просто не имеют стимула раздавать дальше, а Tron создает этот стимул. Проект Atlas — это интеграция Tron и BitTorrent, направленная в том числе и на создание системы вознаграждений пользователям. Поэтому BitTorrent станет самым большим децентрализованным приложением в сети Tron и сделает его публичный блокчейн самым влиятельным в мире. По крайней мере, на это надеется Джастин Сан. Что касается прогноза цены этой криптовалюты в будущем, у меня есть целое видео, посвященное этому. Ссылку я оставлю в описании, сейчас в правом верхнем углу экрана вылезет подсказка. Третья монета — это SeaCoin. Ее стоимость на сегодня 0,006 доллара, хотя на пике она стоила почти 0,1. Если вы пользуетесь Google Диском, iCloud или другим облачным хранилищем, то вы знаете, что всеми файлами, размещенными в облаке, управляет конкретный центр. Какой-то компьютер, который можно взломать или атаковать, или еще какое-то противоправное действие совершить. SeaCoin — это децентрализованная сеть из множества серверов по всему миру. Если убрать централизованный компьютер, не только повышается безопасность, но и снижается цена хранения и увеличивается скорость передачи данных в сети. Цель Sea — стать самым большим хранилищем информации. Это музыка, фильмы, фотографии. На данный момент, кстати говоря, проект занимается созданием приложения, похожим на торрент, и замахивается на сегмент Microsoft OneDrive. А это обороты в миллиарды долларов. Сейчас в сети SeaCoin хранится информация, что занимает 256 терабайт памяти. Все услуги в сети оплачиваются криптовалютой SeaCoin. Вы можете продавать свободное место другими или арендовать место для себя. Платежи обеспечиваются смарт-контрактами. По сути, вы можете прямо сейчас сдать в аренду лишний жесткий диск, который у вас там где-то валяется, пылится, но он может сейчас вам зарабатывать деньги. Думаю, этот проект еще привлечет к себе внимание в 2019 году. Дальше в очереди стоит Electroneum. Сейчас он стоит 2 цента, но еще в сентябре за него давали 0,005 доллара, поэтому только за начало осени он уже неплохо вырос в цене. Electroneum вышел из стадии ICO в 2017 и на тот момент являлся самым успешным и крупным ICO. После этого он покорил свои исторические вершины, когда оценивался почти в 20 центов за монету. Поэтому, даже учитывая его рост этой осенью, он все равно обвалился чуть ли не в 10 раз. Electroneum это одна из тех криптовалют, которая возглавляет локомотив, ведущий к глобальному принятию криптовалют людьми. Это мгновенные платежи, майнинг на смартфонах, сотрудничество с глобальными мобильными сетями, решение проблем платежей в развивающемся мире и так дальше. Кстати, в основе криптовалюты Electroneum лежит Байткоин. Electroneum это криптовалюта, которая изначально создавалась для рынка смартфонов. Сейчас она поддерживается устройствами на Android и IOS. Учитывая, что без смартфона сейчас вообще мало кто обходится, я вижу большие перспективы для этой конкретной криптовалюты. Особенно если представить их партнерство с различными мобильными операторами, чтобы их пользователи оплачивали услуги этой криптовалютой, а не фиатом. Полежал телефон месяц, помайнил, оплатил тариф и всё путём. Вот это я понимаю, телефон сам себя обеспечивает. Кстати говоря, в некоторых странах уже принимают Electroneum в качестве оплаты. Этот сайт оставлю в описании, чтобы вы ознакомились самостоятельно. И последняя монета на сегодня это Quant Stamp. Шест для отталкивания? Печать? Хе-хе, что? Сейчас монета оценивается в 0,03 доллара. Рыночная капитализация 20 миллионов. Доступно 617 миллионов токенов, а всего будет выпущено 976. На пике QSP стоил почти 90 центов. А это значит, что он упал на 96 процентов. Вот это да. А что же это за криптовалюта такая? На самом деле проект очень сложный по своей сути. Простыми словами, Quant Stamp это платформа, основной задачей которой является проверка безопасности. К примеру, если речь идёт о смарт-контрактах, которые в сети Ethereum достаточно уязвимы и чувствительны к багам, то Quant Stamp симулирует всевозможные ситуации, чтобы эти баги найти и исправить. Увеличивая таким образом безопасность смарт-контракта. Зачем нужен сам токен? Конечно же, QSP является базовой валютой платформы. Вы можете сдать свои мощности для работы сети. А можете загрузить смарт-контракт для проверки, если не уверены в его безопасности. Причём проверка контракта может быть автоматической, а может быть и в ручном режиме. За всё это выплачивается вознаграждение токенами QSP. Как по мне, очень полезная вещь, по крайней мере, сохранит вам нервы в будущем и избавит от негативных эмоций, которые могут возникнуть при работе со смарт-контрактами. Если же в будущем эта платформа станет стандартом проверки безопасности смарт-контрактов, то у токенов QSP будут большие шансы хорошо вырасти. Ребята, а что вы думаете по поводу этих криптовалют? Пишите свои мнения в комментариях и обязательно жду человека, который напишет про бурсткоин. Без него в комментах всегда скучно. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, на телеграм, вконтакте, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok